Приветствую вас! Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть его в том, что человеку по имени Мария скинули шокирующее видео, которое длится буквально несколько минут по словам. Автора, вот оно в это видео очень автора вопроса впечатлило, вызвало страх, панику, тревожность, даже паническую атаку, потому что человек сам по себе достаточно впечатлительный по словам автора вопроса. И, соответственно, Мария спрашивает, что сделать, как бы, успокоительная пила, да, как бы, ну, помогает. Ну, в первую очередь, здесь нужно, на самом деле, работать над впечатлительностью, да, над страхами, которые есть у вас, Мария. То есть, тут, то, что вы увидели, как-то наложилось, да, на ваши собственные тревоги, на ваши собственные переживания. Совершенно очевидно, что наложилось, вот, и по факту, как бы, просто, вот, как-то, вот, подкрепило то, чего вы, в принципе, вот, и так боитесь. Вот, то есть, вот здесь ситуация такова, что просто, вот, одно наложилось, как бы, на другое, да, и вот вам стало плохо, то есть, то есть, как бы, страх у вас, они, ну, были изначально, вот, ну, как бы, совершенно очевидно, да, такой, совершенно очевидно, вот, такой, ну, момент, такой момент, вот здесь. Совершенно очевидно, вот, поэтому, на мой взгляд, работать нужно, вот, в первую очередь, с тем, чего вы боитесь, да, боитесь быть, там, смерти, да, какого-то, может быть, насилия, вот, боитесь, если вы, какой-то угрозы, себе, вот, а в целом, это, если можно так вот выразить, да, то в целом, это, определенного рода тревоз, вот. То есть, страх неизвестности, вот, чувство незащищенности, вот, и отсутствие каких-то действий, чтобы, вот, это предотвратить. То есть, я чего-то боюсь, как бы, говорите вы, я вообще чего-то опасаюсь, вот, но, вот, история такова, да, что, может быть, я не очень, во-первых, понимаю, да, чего конкретно, чего я опасаюсь, не очень понимал. То есть, у меня страх, вот, не обредмечен, скажем так, мой страх, не обредмечен. И я не знаю, что мне делать, чтобы, ну, не бояться. Значит, нужно, в данном случае, во-первых, обредмечен страх, то есть, постараться увидеть, чего конкретно вы боитесь, и дальше, вот, подкорректировать ваши действия, вот, подкорректировать ваше поведение, чтобы оно, вот, несколько защищало вас, от того, чего вы боитесь. Чтобы вы признались, может быть, вот, себе, в первую очередь, признали. В том, что, чего-то вы боитесь, чтобы вы признались в том, что, что-то, что-то вас беспокоит. И начали с этим работать, потому что сейчас вы, на мой взгляд, изо всех своих сил, делаете вид, как будто, того, чего вы боитесь, не существует. Хотя, оно существует, оно есть, оно оказывает на вас самое прямое действие, самое прямое воздействие и влияет на вашу жизнь. То, что вам скинули, вот, в видеоролик определенного содержания, да, такой шокирующий, не случайно. На мой взгляд, то есть, обычно у людей, которые достаточно тревожны, которые достаточно, вот, сильно боятся чего-то, Обычно у таких людей присутствует злость и агрессия, которые они подавляют, но запрещают себе ее. Потому что это одна из базовых историй про защиту. То есть, злость и агрессия в своем конструктиве, так сказать, помогают человеку себя защищать. Вот, если вы запрещаете себе это делать, если вы запрещаете себе, ну, проявлять, агрессию проявлять, вот, какую-то злость, например, То, вот, конечно, вы будете чувствовать себя не очень хорошо. То есть, это вот, в данном случае, вполне нормальная история, и тут нужно позволять себе злиться, агрессировать себя защищать, когда этому нужно. Каждую ситуацию, понятно, нужно рассматривать отдельно, потому что, каждая ситуация отдельно, а индивидуально. Вот, ну, я думаю, что вы научитесь, если будете, вот, заниматься, да, с собой заниматься, терапией, то вы научитесь, конечно, себя как-то ощущать, вы научитесь себя замечать, вы научитесь обращаться с этим чувством, не зажимая его. А сейчас это у вас происходит так, что я не могу злиться, не могу агрессировать, не могу какие-то, какие-то, вот, защитные чувства испытывать. Вот, после этого я нахожусь в постоянной тревоге и ищу какие-то, вот, постоянно во внешнем мире способы или средства для того, чтобы себя защитить. Так это работает. И, соответственно, этот вот деструктивный момент, вот, его нужно корректировать. Чтобы вы чувствовали себя более стабильно. Конечно, конечно, речь идет и про доверие себе. То есть, вот, вы себе ее не добираете. Вот, ну, пока что. Вот, то есть, вот это. Проще такой. Важный момент. Что вы, ну, не можете себе доверять. Ну, научиться этому. В принципе, ну, не так. Так. Вот. Да. Вопрос, как бы, вот, в том заключается. Хотите ли вы. Хотите ли вы, вот, научиться. себе доверять. Вот. Вот. Я думаю, примерно, такой ответ вам можно дать. Успокоительный, это хорошо. Но, при панических атаках, вот, в принципе, ну. Украйне желательно. О, ну, что-то. С трапью проходить. Поэтому. Смотрите. Вместе. Ам. Подумайте. Как следует. Ам. И. Решите для себя. Что вы будете. Дальше делать. Ам. Ам. Своей жизнью и своими чувствами, и своими эмоциями переживаниями. И так далее. А мы вам, вот, в принципе, поможем, если вы, ну, захотите. Да, то есть, как бы, мы вам, вот, поможем определиться с этим. Ну, я имею в виду, вот, с тем, что вам нужно. Ну, конечно, нужно ограничить людей, которые вам что-то присылают. Чтобы не было таких вот ситуаций. То есть, это вопрос еще о ваших личных границах, как мне кажется. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и обратную связь нужна. В первую очередь, вам для формирования первичного запроса на терапию, да, для формирования каких-то вот первичных, первичных моментов. А дальше уже это будет раскручиваться и, вероятно, выйдем на какую-то еще проблему. Всего вам доброго и удачи. Обращайтесь.